Добрый вечер, господа друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Я очень рада, что вы опять со мной, и я с вами, естественно, это очень важно, и я очень люблю своих подписчиков, и поэтому я стараюсь, стараюсь, чтобы сделать такие рецепты, которые вам бы понравились и которые были бы вкусные. Я никогда не буду готовить такие, которые мне самой не нравятся. Вот я сразу скажу, я не любитель борща. Ну вот не нравится мне этот борщ, ну ничего не поделаешь. Поэтому на моем канале я думаю, что борщ никогда не будет. Я его никогда не сделаю так, как это делают в России и в Украине. Поэтому, ну и во-вторых, это не тот суп, из-за которого я умираю. Нет, совсем нет. У меня есть предпочтение другим супам. Но это дело вкуса. Это дело вкуса, и, конечно, сколько людей на свете, столько и вкусовых качеств. Ну вот, а сегодня я вам предлагаю салат, потому что какое-то время на моем канале салата опять не было. И салат из селедки. Селедки из фасоли, из маринованных кабачков, яблок. То есть, такой, довольно свежий на вкус салат будет. И не на майонезе, а на масле. У меня будет рапсовое масло. Те, которых нет рапсового, можно оливковое использовать. Ну и можно, ну я думаю, можно и подсолнечное, ничего страшного и не будет. Ничего страшного. Ну вот. Так что займемся сегодня салатом. Начнем. Чтобы приготовить вот такой быстрый салат, как я вам покажу, надо будет. Яблоки. У меня здесь полкилограмма. Три штуки, да. Две баночки фасоли. У меня разная фасоль. У меня такая побольше и поменьше. Полторы луковины. Вот у меня одна побольше, одна поменьше. Раз, два, три, четыре. Пять кабачков вот таких, небольших маринованных. Два яичка вареных вкрутую. Ну и при... А, селедка. Селедка. Самое главное, забыла сказать, селедка. Мне 240 грамм. Это норвежская селедка в масле. Вот такая. Ну и, конечно, соль, немножко сахара, перчик, горчица. У меня русская горчица. Ну и уксус. Можно использовать яблочный уксус. У меня будет уксус белого вина. То есть из винограда. Это без разницы, да. Ну, какой-то вот уксус. Ну, это всё. Это всё на сегодня. Значит, займёмся тем, что будем чистить яблоки. И нарезать, да, яблоки, лук, кабачки и селедку. Ну, начнём с яблоками. Почистим. И нарежем маленькие кусочки. Хорошая новость та, что все нарезанные и овощи, и селёдку, и всё мы будем отправлять вот в эту ёмкость сразу. Не по отдельности, а сразу как нарежем, так и отправим. Я буду использовать вот такую штуку для нарезки. чтобы быстрее всё это делал. Ну, вот как-то так. И отправляем, конечно, в эту ёмкость. Всё, что мы нарежем, мы сразу отправляем сюда. Теперь кабачки. Тоже вот нарежем вот такими кусочками. Так, кабачки тоже нарезали. Отправляем сюда. Теперь лук. Теперь лук нарежем. Тоже такими кусочками. Так, вот лук. Тоже отправляем. Ну, и вот сейчас селёдочку. Выкладываем здесь у меня 240 грамм. И это тоже нарезаем на такие мелкие кусочки. Это селёдка в масле. Ну, я думаю, любую селёдку можно использовать. Ну, селёдку тоже отправляем сюда. Теперь накрошим. Накрошим яйца. У меня здесь 2 яичка. Ну, можно и 3. Еще, чтобы 2. Ну, вот накрошили яички. Эти пока мы ещё не будем добавлять. Это в самом конце. Ну, вот. Теперь будем заниматься соусом. Для соуса здесь я залила 7 столовых ложек масла. Ну, как сказала я, у меня рапсовое масло. Добавим 4 чайных ложек горчицы. Ну, сахар. Ну, такую небольшую десертную ложечку сахара. Даже меньше немножко. Пол десертной ложки сахара. Немножко соль добавлю. Ну, я говорю, солью не надо увлекаться, потому что у нас солёная селёдка. Мы можем переборщить. Да? Это может быть опасно. Ну, и ещё остался у нас уксус. 6 столовых ложек уксуса. Теперь немножко перчика. Ну, буквально очень мало. Ну, вот. И сейчас самое ответственное дело. Вот эту баночку я закрываю. И вот встряхиваю. И встряхиваю, пока наш соус будет готов. Теперь добавляем фасоль. Я заранее слила водичку. Тот соус, который там был. Вторая фасоль. Так, это вот у нас будет вот этот есть наш салат. И заливать его будем вот нашим соусом. Видите? Мы его взболтали, и он готов. Вот, заливаем. Я должна сказать, что этот салат, он вкуснее на следующий день. Сразу скажу. Он должен настояться. Он должен впитать вот этот весь. Поэтому его лучше делать вечером и уже на утро употреблять. Но я его буду сегодня употреблять уже, потому что, пробовать, потому что я должна же вам показать. И хочу узнать, вкусный он или нет. Как у меня получилось. Ну вот, получился вот такой салат. И сейчас я его буду стараться пробовать. Вот я покажу вам. Вот такой свежий, красивый, ну такой весенний салат. Он очень освежающий. Ну вот, у нас получился вот такой салат. Я его сейчас поднесу вам поближе. Вот такой. Я его посыпала сушеным сельдереем. У меня свежего не было. У меня такой вот домашний сушеный. Ну вот, господа, друзья, я закончила салат. Вот он у меня получился. Вот, я его сейчас буду пробовать. Он легкий. Он как раз для ужина. В весенний вот такой солнечный день, как сегодня. Вчера у нас был снег. Это был ужас. Ну, в Риге не было снега, но в восточных частях Латвии был очень-очень сильный снег. А сегодня уже опять солнышко и тепло на улице. Поэтому, вот я буду пробовать свой свежий салат. Как вы думаете? Это же вкусно. Тогда, когда надоела... Когда надоела шуба, Ну, сколько можно шубу готовить, да? А селедки дома есть. У меня всегда очень много селедок дома. Мама покупает. А у меня в холодильнике обычно всегда 5-6 вот таких упаковок. И когда есть селедка, почему не сделать и не попробовать вот такой свежий весенний салатик? Из обычных доступных продуктов он получается недорог. Он получается дешево, бюджетный, вкусный и полезный. Там же яблоки, смотрите. Эти маринованные кабачки. Это вкусно. Кабачки можно заменить там патиссонами или этим огурцом маринованным. Ну, я уже сказала, что он должен немножко впитаться. Сейчас еще чувствуется вот этот довольно острый соус. Но когда он впитается в салате, который уже завтра, он уже не будет таким острым. Он уже будет помягче и будет таким, как надо. Вот так. Ну, что ж. Я должна с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. В следующий раз по просьбе одной моей подписчицы я вам покажу, как мариновать свеклу. Почему? Потому что она написала, что это такое маринованная свекла и как ее готовить. Можно попросить рецепт. Вот я вам завтра, послезавтра, то есть послезавтра уже сниму, как это делается и покажу. Потому что маринованную свеклу очень хорошо использовать и к... добавлять к салатам, делать отдельно салат из маринованной свеклы. Ну, а самое главное, ее используют в холодных супах. У нас, правда, в магазине уже продают готовую. Мы не заморачиваемся, особенно с маринованием. Ну, иногда случается. Ты приходишь в магазин, и там ничего нет. Ну, выгубили, да. И так бывает, когда очень жарко на улице, люди раскупают. А вот тогда, да, тогда надо самим. Но это не... Это очень легко, очень просто и получается очень хорошая добавка к холодным супам. Самое главное, для чего, скажем, я их использую. Ну вот. А сейчас, хорошего вам аппетита. А-та, до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok